Салам алейкум, дорогие друзья! Малейкум салам! Как-то это в эфире снова я, Яша, и мой отец Нислав Николаевич. И сегодня у нас обзорчик такой интересный на узбекский коньяк. Коньяк в Узбекистане. Коньяк же опять, да? Не бренди почему-то, а коньяк. Ну, это сегодня папина идея была, не знаю, зашли, красно-белое, и он говорит, блин, хочу. Хочу, 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 хочу. Коньяк из Узбекистана попробовать. Я долго-долго убеждал, что это делать не стоит. Он очень не хотел этого. Я говорю, ладно, потом сдался, давай, будем пробовать. Ну, в общем, что у нас тут есть? Выдержка не менее пяти лет, произведена в Республике Узбекистан. Как называется? Бешкудук. Бешкудук? Пять озер, да? Пять колодцев. А, пять колодцев. Бешкудук, три колодца. Бешкудук, пять колодцев. Бешкудук, три колодца. Три колодца. Точно. Ну, что здесь? Все стандартно у нас. Опа, какая рифленая. Чпок. Ух, даже чпок есть. Есть, это силикончик какой-то. Силикон. Как у помыл Андерсона. Производитель комбинат Ташкент-Вино. Ташкент-Вино. Город Ташкент. 40 градусов. Объем 0,5. Цена? 470 рублей. Что такое? Взяли мы вот такие сегодня у нас фужерчики или как они, бокальчики, не знаю, с мифтерю, короче, такие. Будем из них пробовать. Пятилетие тоже надо, чтобы подышало, или что? Маленько, да? Я вообще не знаю. Вообще не знаю. Я просто понюхаю пробку, ешь. Я был уже в шоке. Бешкудок, бешкудок. Ну что, цвет стандартный, крашеный, коньячный. Не очень задний. Вот такой цвет нравится. Мне он больше нравится, если крашеный, потому что уже потемнее. А вот тоже крашеный? Так они все крашеные, конечно. Пятилетний же все-таки. Кью хоть раз не крашеный. Вот хоть раз. Я ни разу не его. Да и мы там. Ну, там другие, что, они тоже не крашеные? Да. Не крашеные? Да ладно. Да ладно. Да, нафиг. Не верю. Да. О, ножек-то вообще нету. Ты смотри. Яш, ты запах попробуй. Я же говорил, зачем это? Ты смотри. Это что, это водка налита по холраму какая-то? Это кто-то смотает. Мы тебя будем пробовать. Нет. Пускай подышит. Еще немножко. Дай ему подышать рановато, конечно. 5 лет в этом бочках был. В каких интересных бочках он был? Там не написано? Ну, я не знаю, конечно. Я пока еще не пробовал, поэтому что-то как-то прикалывался, обломиться еще, мне кажется, рановато. Так я-то поняла. Ну, этикеточка какая красивая, не знаю, мне вот нравятся, как бы такие коньячные, да, типа вот. Только слово «коньяк», конечно, бесит меня постоянно. Ну, а что, молдавский коньяк есть, грузинский коньяк есть, азербайджанский есть, армянский есть, русский коньяк есть. Что такое «беку»? Это 5 лет? Может быть. «Беку». «Беку» – город, знаю. Нет, «беку». Может, «беку» какой-нибудь делал? «Арбек». «Арбек»? «Арбек» делал. Ну, бутылочка, правда, даже написано «Ташкент». Я же, ты можешь уже его нюхать. Я тоже думаю, что я буду стоять, что-то нечего. Ну, давайте попробуем. Ну, человек, какая-то кислятина, не знаю, кислятина и спирт. Нет, кстати, спирт не так уж и сильно бьет. Так вот, чем он пахнет, всем, только не коньяком. Очень много «off-nold», да, так говорят. Посторонних запахов, да? Знаешь, вот. Мне кажется, вот, знаешь, вот что-то… Бокальчики специально такие взяли, чтобы не так сильно в нос било. Потому что я боялся, что я сожгу себе чего-нибудь точно. Если вот как-то поменьше, да? Вот мне напоминает запах, знаешь, вот, вот… Прокисшее сливы в грязном ящике. Ну, грязный ящик я не знаю, но прокисшее сливы точно. Ну, в деревянном ящике, знаешь, лежит вот, прокисшее сливы в деревянном ящике лежит. Ну, аромат вообще ни о чем. Я говорю, кислятина какая-то просто, и все. Печелы, которые уже, даже уже продавать нельзя, они там откладывают в отдельный ящик, вот такой запах. Дата розы, что у нас тут указано на бутылке. Ну, красно-белого покупали. Да, все напитки красно-белого, по-моему, это уже последний напиток, надеюсь. Да, кто же у меня, вот, спустился, и далеко ходить не надо. Да, как у всех, наверное, по всей России, наверное, уже. Ну, в центре, у нас в центре нет вообще красно-белого. В центре нет, живется, работает по рукам. Да, да, там только видно, напитки подают. Так вот. Да, красно-белого там почему-то… Спальня кровелок, да, спальня кровелок, где красно-белого, ебаня кровелок. Ну что, давай, оценим. За вас, дорогие друзья. За вас, подписчики. Будем страдать, надеюсь. Может, нет. Что, может. Ну, я же, я говорю, чтобы было страдать. Вот, хоть ты что говори, ну, все, что угодно, но это не коньяк. Одни посторонние вкусы только не знаем. Нет, вообще невкусно. Не, узбеки точно не могут. Только ремонт. В какие-то… Только ремонт. Повыскрывать, а заливать им нельзя уже давать. Залит вот так будет. Что-то тоже. Почему? Блин, всю Россию построили так-то. Да? Да-ка, что нет? А потом, сзади все перейдут. Они же. Они же. Да, они… Ну, так как это повыше. Это давно приехали. Я просто с узбеками много общался на дачах. Там вот нам строили, там соседям строили. Нормально, ребята, что? У меня тоже на роботе было такой случай. Приходит узбек, говорит, дай горячая вода, да? Я говорю, так пошли. Я же не знаю, ничего. Он с тазиком грязным тазиком пришел, дай горячую воду. Я говорю, да, значит. Он, значит, найдет туда горячей воды. Я думаю, куда же он поднес? Ну, они там на стройку делали. Раз поставил. И там узбеков срывались, вот человек 15, наверное, вот так вот, по калтазикам. И они бить пакет, вот так и рак в эту воду. И, наверное, эта вода техническая, ее пить нельзя. А второй там ходит… А, вы посмотрите их, они же не знают. Мы тоже не знали, что они пьют эту воду. А второй узбек ходит, траву собирает, а там мазут везде. Вот траву нас собирал, туда накидал. И они все ложки достали, вот так вот быстро, быстро, быстро все съели. Но самое-то прикольное было, когда я пошел, стоит стена, один выкладывает, второй кипячий подает. Начальник приходит, ты что, говорит, делаешь, стена вот так? А он что, вверху ложит, не видишь, что у него стена кривая, кривая. Он говорит, разбирай обратно. Думаю, тебя забрали? Не, они подаливали, а в шире, а в шире потом и все. Так и осталась эта стена. Да, все, что? Нет, такие молодые были, ребята, видимо. Очень молодые, да, парни были. А так, что, они надсвайчик закинули, и идут работать. Вот их жизнь. Не знаю, что такое надсвайчик. Надсвайчик, зависит от сигарет, которые употребляют. Они же не курят сигареты. Они надсвай, у них сигареты. Курят, они курят, но стреляют, но стреляют здорово. Это как шведы, знаешь. Шведы снюс, вот их надсвай. Не знаю, я больше пить, я даже больше пробовать не буду. Я не знаю, мне вообще... Да. А мне понравилось, слушай. А, вообще, супер. Вот. Я не знаю, зачем мы ее купили. Кошкины соболевенки. Давай, 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 чтобы она спала ночью. Не ходи, вы похвати. Смотри, сразу же можно понять. Ну, что это, смотри. Ну, это чушь полная. Я не знаю, что там еще залит. Какие там пять лет? Что там? Куда? Ко пять лет? Кто? Куда? Я непонятно, из чего сделаю. Так вот. Непонятно, из чего. Что за спиртой-то такие? Это вообще вот... А там написано какой-то виноград? Какой тут виноград, пап? Тут китайский... Как говорят? Это китайский спирт, да? Залит. Нет, конечно, я не знаю, что это обзорил. Но это невозможно пить вообще. Там есть все, но нету коньяка. Ну, не знаю. Это, конечно, возможно, коньяк. Я там придумываю. Но это пить невозможно и это... Спиртовая настойка со вкусом коньяка. Или нет? Или даже без вкуса коньяка? Я не знаю. Спиртовая настойка без вкуса коньяка? Просто невкусные, это однозначно нет. Однозначно нет, потому что пробовали другой, да, коньяк за эту же цитой, но есть намного интереснее, вкуснее. Это, значит, нет. С этого будет гола болеть, и потом херово будет. Гола, может, и не будет болеть, но он просто очень сам по себе неприятный. Так что Покупайте хорошие Не ставьте дизлайк, ставьте лайк Несмотря на то, что плохой коньяк Подписывайтесь, будем всякие обзоры делать Чтобы не покупали всякую такую чушь Потому что это реально чушь, я не знаю, для кого это делали Но, блин, у меня отвращение Я больше даже не буду пробовать Потому что это ужас А куда я это все делу? Я не знаю, тебе сразу класс, зачем ты его берешь Понимаешь, ну это хватит же экзотику попробовать Ты что, попробовал? Попробовал Ладно, оставим У меня есть только Я есть такой друг хороший, он все пьет Ну, да, есть для таких много людей Это для таких людей, в основном, которые пьют И вот, я бы сказал, у меня коньяк классный Вот не поверите, он все равно пьет, выпьет Полстакана на льет, хлоп, блин, классно, да, еще? Пускай пьет Ну да, это вот для таких людей создано И для этого мы тут делаем обзоры, чтобы понять, что можно пить Нет, вот ребята, пейте хорошие напитки Не надо здесь будить свое здоровье Зачем это нужно? Это врагу... Нет, даже врагу не надо Нет, не пожелаю даже врагу То есть, это я иногда полно Ну, все, не знаю Говорить не о чем Ладно, будем прощаться? Ура, неплохой обзорчик получился Пока-пока Пока-пока Пока-пока